МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И без того непростую дорожную обстановку в центре города. Разобраться поможет наш гость, архитектор-урбанист Илья Залевухин. Он находится в нашей московской студии. Илья, здравствуйте. Итак, ваше мнение, нужна ли такая забота о пешеходах? Ну, конечно, от пешеходных улиц, вообще от того, что создается город более удобный для пешеходов, конечно, город становится более дружелюбным, более естественным. Потому что если мы вспомним все города мира, которые, ну, не знаю, мы видели или как-то проезжали, то есть, в принципе, все города очень удобны для, в том числе и пешеходов. Вообще города должны быть удобны для всех, и для автомобилистов, и для пешеходов, и для велосипедистов. Для этого города и проектируют, и городостроители для того, чтобы все это вместе очень хорошо работало. И пешеходные улицы, конечно, и пешеходные связи, они дают, ну, как бы ощущение города. Тот пешеходный уровень, с которого можно разглядеть город, которым можно пользоваться, гуляя в центре города, да, или просто передвигаясь с работы до дома. Ну, а как это отражается на автомобильном трафике? Вы знаете, в принципе, конечно, все это вопрос комплексного проекта, комплексной стратегии развития города или мастер-плана города, в котором все эти вопросы нужно учесть. Но, конечно, перекрывать или не перекрывать какие-то улицы должны решать специалисты. Все это нужно комплексно исследовать и обсуждать, в том числе и с жителями, как это будет дальше работать. Понятно, что всем не угодишь, но кому же больше должны прислушиваться власти, к пешеходам или к автомобилистам? А вы знаете, вообще человек может быть сейчас автомобилистом, а через полчаса пешеходом или наоборот. Поэтому, собственно, все эти люди – это жители города. И нужно смотреть, чтобы вообще транзитные потоки не должны идти через центр города. Должны быть какие-то объездные, скоростные, может быть, где-то трассы сделаны для проезда через город. Потому что, на самом деле, если загружены центральные улицы города, то там невозможно, конечно же, сделать ни нормальные пешеходные светофоры, ни тротуары, потому что все равно будет очень сильная загрузка. Поэтому нужно все-таки соблюдать этот баланс и, опять же, основываясь на каком-то комплексном исследовании и проекте. Потому что, например, если мы не делаем парковок, например, вдоль улицы, то магазины могут закрыться, потому что люди просто там не могут остановиться перед магазином. Либо, если мы перекрываем движение, у нас на соседних улицах становятся пробки, и нужно моделировать транспортную ситуацию, смотреть, что будет с городом, если мы перекроем какой-то отрезок, ну, собственно, капиллярной сети улиц. А на ваш взгляд, оправдано ли создание таких пешеходных зон в городах Сибири, где минимум полгода лежит снег, а погода, мягко говоря, не располагает к долгим прогулкам? Или, может быть, пешеходные зоны организовывать только летом? Да, хороший вопрос. Но, вы знаете, давайте посмотрим все-таки на опыт Стокгольма, опыт Хельсинки, или даже опыт Тосла, которым я был недавно, и там действительно, ну, тоже достаточно холодные города, но при этом сделан комплексный проект, мастер-план центра города, и этот мастер-план реализовывается. И там есть и пешеходные зоны, новые территории вдоль воды реорганизовываются, и создаются пешеходные зоны, там нет вообще машин, например. И есть улицы с машинами, и очень много людей зимой гуляют по улицам, потому что, ну, в теплой одежде, то есть ты можешь ходить спокойно, то есть по улицам, и рядом же машины проезжают. То есть все в комплексе сделано. Часто центральные пешеходные улицы оказываются еще и жилыми. Жильцы близлежащих кварталов опасаются, что не смогут подъехать к дому, а шума от променада не даст отдохнуть. От того, что улица станет, ну, скажем, более ограничена для проезда автомобилей, сквозного такого, то есть там появится больше светофоров, больше деревьев или больше ширины тротуаров, я думаю, что жильцы все-таки не пострадают. А ограничивать активность кафе, то есть после 11 часов, например, то есть не должно быть какого-то шума, это уже вопрос регуляции, да, вот этой всей активности на улице. И я думаю, что все должны выигрывать от того, что город становится более удобным. И жильцы домов, и автомобилисты, и пешеходы. И это как раз вопрос к специалистам. То есть специалисты вместе с жителями и властью должны сделать этот город удобным. Ну что ж, спасибо о плюсах и минусах организации пешеходных улиц. В крупных городах мы беседовали с Ильей Залевухиным, архитектором и урбанистом.